В городе Видное, в Московской области, проблем, как и везде, хоть отбавляй. В эти выходные мы побывали на одной из таких болевых точек города. Связана она с благоустройством Тарычевского озера. По старой чиновничьей традиции, людей о предстоящей реконструкции проинформировать забыли. Узнали они о планах администрации из сообщений о проведенном конкурсе на разработку концепции по благоустройству территории вокруг озера. С одной стороны этого озера расположен новый микрорайон Зеленой аллеи, а с другой, сложившийся еще с 80-х годов застройка. Жителям высокого берега соседство с озером нравится, и нарушать естественное озеленение шумной инфраструктуры им не хотелось бы. Поэтому вопросов представителю администрации города Руслану Тимурову было много. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тимуров Руслан Равкатович, директор Видновского управления капитального строительства. Заказчиком основного мы являемся сады школы, в том числе строящиеся гимназии. И, соответственно, в новое поручение администрации заняться проектом благоустройства Торчевского пруда. Соответственно, разработано в первом приближении мы, как заказчики, заказали проект с концепцией. Пока концепция в настоящий момент времени разработана как предложение. В настоящий момент времени она прошла художественный такой культурный совет Министерства благоустройства с полученными принципиальными замечаниями. Эти принципиальные замечания пока в настоящий момент отрабатываются подрядчиком-исполнителем данных видов работ. С разработанной концепцией мы выходим, собственно, к жителям. Я так, судя по инстаграму, наблюдаю. Это третья встреча с жителями. Каждая сторона по-своему, будем говорить, высказывает свои мнения о необходимости что-либо устроить. Наоборот, от чего-то отказаться принципиально, как я услышал здесь про шашлычные. Еще раз говорю, данным проектом шашлычные не предусмотрены. Данным проектом предусмотрен павильон-кафе. Опять-таки, не... Подождите, подождите, подождите. По высокому берегу, вот она здесь больше, чем как организованные пешие маршруты, ничего нет. Соответственно, есть места, пирс для рыбалки, но я вам покажу... Это с этой стороны? Это с этой стороны будет? Где конкретно будет расположено? Пирс для рыбалки? Нет, пусть здесь предметно покажут. Сейчас скажу. Ну вот, если, смотрите, вот его точка, вот детская площадка. Если детская площадка там, ну, скорее всего, где-то вот здесь, метров 30-40, вот с правой стороны. Пока вы летаете, скажите, по периметру будут укреплен берег чем? Типа столбами такими деревьями? Смотрите, максимально возможно, максимально возможно... Отводной гладицы. Использование каких-либо подпорных стен из железобетона или условно срез грунта. Опять-таки, все определит рабочий проект, это концепция. Мне сложно сейчас давать комментарии, но в первом приближении, работая с проектировщиками, мы установили следующее. Никаких работ по срезу грунта склона или, возможно, эти срезы, ну, настолько минимальные в границах, там, одного-двух метров, что не влияет на принципиальный рельеф. Это первое. Второй момент. Максимальная организация пеших маршрутов будет по принципу проще закрутить винтовую сваю на самом краю у воды и организовать настил практически над краем береговой линии. Соответственно, никаких объектов капитального строительства не будет. Все придомовые территории остались придомовыми территориями. Благоустройством данной концепции не выходит. Концепция не посягает на частные дворы и дворы придомовыми. А проект соживания этой территории... Задавайте. Стоп, стоп, стоп. Вопрос. Еще раз вопрос. Напротив 82-го дома, вот сзади вас, стоят вековые деревья, которые посажены там для того, чтобы укрепить вот этот насыпной грунт. Вопрос. Вы эти деревья остаете, оставляете или вырубаете? Давайте начнем с того, что сейчас мы выйдем на... Да, 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 группы лиц, кому это интересно, найдем на 84-го дома. Откроем. И 10-го. Еще раз. 82-го, да. Вы не слушаете. А вы не слушаете. Скажите, пожалуйста, проект согласен с Министерством экологии. В данном случае данное согласование с Министерством экологии не проходит экспертизу. Данный проект проходит государственную экспертизу, но нет регламента прохождения данных проектов с Министерством экологии. Я не могу, они... Я же ответил вам. Я вас не услышал. Я вам еще раз говорю, сейчас, после того, как заканчивается это мероприятие, мы с вами идем к 84-му дому, смотрим 82-му и смотрим. Я ответил на ваш вопрос. Нет, не ответили. Вот мы собрались здесь для чего? И чтобы ответить вам, да или нет, я должен встать возле этого дома, открыть это место и ответить на ваш вопрос. А там написано, какие деревья срезать или нет? Да не написано здесь, это концепция. Ну, поэтому и надо людям сказать, если это аварийное, какое-то опасное дерево спилит, если нет, не спилит. Еще раз спрашиваю. Да спойте срубать, это все равно опасное. Я вам данные, по данной бумаге, в таком масштабе ответить не смогу. Вы должны сначала туда стоить и едем. Куда? Еще раз, как раз. Назад повернитесь, вот 82-й дом. Вот этот длинный? Вот этот длинный. Вот я вам, как инженер-конструктор по первому образованию говорю, что расстояние между этим домом и призмой, призмой грунта, на которой... У нас начальной устойчивой грунты были. Подождите. Слушаю, слушаю. Призмой, которая давление под грунтом от данного дома, она никак не уходит, не влияет на... Условно, те деревья, которые... Что не влияет? Нанесущую способность... По-русски мне ответьте. Не влияет, нанесущую способность грунта на данном участке не влияет. Не понял. Деревья останутся или нет? Еще раз. В ходе обсуждения выяснилось, что существует и другая концепция благоустройства. Коллеги, позвольте сказать. Это очень важно. Я не представитель администрации. Я коренной житель города. Мой дед строил этот город. Мы организовали в старой части города территориальное общественное самоправление 10 лет назад. 105 домов. Мы еще 8 лет назад с помощью профессоров Мархи, архитектурного института, сделали концепцию старой части города, в которой, в том числе, включая, а извинение этого пруда, подчеркиваю, без коммерции. Мы каждый год говорим, ребята, рассмотрите нашу концепцию, рассмотрите нашу концепцию, рассмотрите нашу концепцию. Еще раз говорю, пожалуйста, рассмотрите альтернативу нашу концепцию. Ваша и наши. И дальше пусть местные жители при поддержке экспертов решают, ваши концепции или наши. Позвольте, как он зовут? Олег. Мне нравится. Я вам так скажу. Я эту концепцию вашу видел. На сегодняшний день я ее видел, она начинается от СИГ, и она заканчивается за металлургом. Я в первом приближении, исходя из своего опыта и глазомера, могу сказать, что данная концепция, наверное, будет стоить миллиарда два. Соответственно, таких денег не выдержит ни муниципальный бюджет, ни региональный бюджет. И, собственно, это сама идея реализации такого масштабного проекта, ну, наверное, она должна исходить, ну, наверное, как-то иначе. А на участки над зоной побить? Я отвечу, можно я отвечу? Здесь максимально, наверное, возможность очистки, опять-таки, планирую, мы собираем сейчас коммерческие приложения для возможности включения очистки дна водоема, соответственно, ну, порядка, я думаю, что до 300 миллионов рублей. Вот это будет стоить? Можно я отвечу? С организацией всех работ. Я, во-первых, профессиональный строитель, во-вторых, я постоянно строю какие-то объекты, но ни здесь не видно. Здесь у меня, видно, бизнеса вообще нет. Я постоянно строю, поэтому это можно построить значительно дешевле, и если без откатов, со стороны профильного департамента. Значительно дешевле. Жители принялись горячо обсуждать оба варианта. Еще раз говорю, будут исследования. Да какие, вы знаете, как исследования проводят? Вы чего кричите на меня? Я слышу очень хорошо. Я тоже могу кричать, как иди, я приеду. У меня много паров, давайте паров, как следует. И последний момент, я с ним делал. Сейчас мы зайдем, прояву, прояву, я вам ответил. Конечно, мы... Вы знаете, как у нас проводят, да, у нас в России, как проводят. А вообще никак не верить в Лидия, я правильно понимаю, ваше платье? Конечно, конечно. А жить-то зачем-то, да? А всем точно нельзя верить, у вас всем точно нельзя верить. А, то есть они за них, я не спрашиваю, вы же мужчины, я поняла. Нет, просто он рассказал, я Людмила, это не проект, это концепция. Хорошо, концепцию. Кто автор, кто ее? Давайте Руслана спросим. Как это? Собирайте на образ. Мы просто пришли, как бы, да, сюда, рассказывать про концепцию. И не знаете, кто автор. Нет, Руслан, я не расскажу. Смотрите. А что вы делаете? Вы топите за это? Вы топите за это? За что за это? Я за благоусловица. Вы на сколько бы минимум вырубите? Минимум. А вы знаете, как это сделать с ними? Давайте сейчас мы спросим Руслану. Вырубите, ну, а? Вырубите, ну, а? А? Где-то вырубите, не знаете? А будет еще хуже? А будет еще хуже. Да, будут ссать, будут бутылки туда кидать. Посмотрите возле Искры, как это сделать. Забетонировали все протоки. Рыба дохнет. Там экологическая катастрофа. Почему народ выступает против, казалось бы, блага, которое хочет устроить им власть? Потому что горький опыт такого благоустройства уже имеется. Не так давно у кинотеатра Искра за 349 миллионов бюджетных денег заковали в бетон берега пруда, не учитывая последствий. В результате деревья погибают, склонны размываются, а природные родники закованы в бетон. Вот и не верят люди обещаниям часто меняющейся одноразовой власти, считая, что им только деньги освоить и попилить. А жить с таким благоустройством придется народу. Было проведено благоустройство около кинотеатра Искры. И при этом благоустройство пострадало, то есть уничтожили часть липовой аллеи, которая у нас была, 50-летние деревья, которые расположены на советском проезде. И мы, естественно, переживаем, что при благоустройстве могут быть нанесены, ну, такие же, то есть необратимые последствия для природы. Ну, вы верите, что 300 миллионов нужно для того, чтобы... Шутите, что ли? Я вам еще раз говорю то же самое. Нас грабят по полной программе. Выделяются космические суммы, а до нас это все просто тупо не доходит. Почему нас, когда собираете людей, обзывают быдлами? Это что? Это вот первый мой вопрос. Для них был быдлой. Если вы собираете народ, почему нас обзывать тогда? Нужно к народу относиться по-человечески, это раз. Во-вторых, зачем нам вешают лапшу на уши? Если тронуть только наш пруд, эту нашу сторону, наш дом поползет вниз. В 84-й уже ползет дом? Ползет. Если мы предлагаем только одно – высадка рядом деревьев, больших высадка деревьев, все, и убрать сухостой. Нам больше ничего не надо. Вы нас сейчас обманете, вы нам сейчас наговорите красиво, а получится все наоборот. Возле кинотеатра был хороший пруд. Они его забетонировали, источники все забетонировали. Ключи не бьют, рыба погибла, утки ушли. Давайте все-таки правду говорить. В Совет Депутатов поступают уже готовые материалы. В данном случае есть предложения, которые люди хотели реализовать. Есть наработки, которые сделала администрация на основании технического задания и запроса. Вот теперь стоит вопрос о том, чтобы вы, как специалисты, посмотрели и одну концепцию, и другую, та, за которой были заплачены, не знаю, или не заплачены деньги, и та, которая бесплатна. Вот вы говорите про свой концепт, да? Предполагает ли этот концепт вырубку деревьев, либо частичную, либо полную, вот этого берега? Как вы вообще вот в этом концепте видите укрепляющий берег деревья насаждения? Смотрите, я думаю, что если деревья только аварийные, только в этом случае. Доверием не пользуются у людей и так называемые народные избранники. Врут беззастенчиво, а люди это видят. Оно мертвое, оно мертвое. Где? Вот оно стоит. Какое? Ну вот, подальше. Зеленые листья какие мертвые? Это столб. Какое? Ну и что дальше? Это столб. Да. Столб не может быть живой. Как вы считаете, какая польза от этой встречи есть? Я считаю, что эта встреча не имеет никакого значения для будущих мероприятий здесь, которые уже согласованы во всех инстанциях. То есть это формально спросить? Для галочки. Ну, в принципе, диалог идет. Вот вопрос будет услышанно. Все нюансы, которые в обращении жителя написаны, мы посмотрим. Но главное, как борется сейчас, чтобы их озвучить и отправить в главе. Ну, выяснилось вот еще, что тот проект, который Олег Юдин предлагал, он же не участвовал в тендере конкурсной процедуры на разработку концепции. Вот. Ну, надо посмотреть тоже, что там. И посмотрели, проработали с учетом мнения специалистов, экспертов и всех остальных, а также мнения жителей. После чего, когда будет определена за и против, аргументированная, да, и готовая из этого общая концепция, тогда она может поступить нам. Ну, подбирайте, слабо, взрослым. Да, нам без разницы деньги вообще. Какие, откуда они берутся? Откуда тогда возьмется объект? А вот вообще без разницы, вы их там пилить будете, не мы. Ну, вот эти деньги, они чьи? Наши или областные? Это муниципальные. Муниципальные. Прошу, чтобы люди понимали, что эти деньги... Но это на проект. Нет, а на реализацию. А на реализацию. На реализацию. На реализацию. На реализации два уровня бюджета, муниципальный и региональный. На встрече выяснилось, что благоустройство будет проходить в рамках познавления правительства Московской области от 17.10.2017 года. За номером 864 дробь 38. Об утверждении государственной программы Московской области формирования современной комфортной городской среды. На 2018-2022 годы. Однако депутат Валерий Черников, видимо продолжая линию коллеги депутата Александра Баюклина, выступившей с идеей не пускать на заседание Совета депутатов граждан, решил, что публичных слушаний проводить по вопросу благоустройства не нужно. Хотя, выше названное постановление, на этот счет есть прямое указание. Публичные слушания необходимо проводить. Строительный кодекс четко определяет регламент и порядок, в каких случаях необходимо проводить публичные слушания, в каких мне необходимо. Также есть устав Ленинского муниципального района, ныне устав Ленинского городского округа, где также определены мероприятия, в которых проводить публичные слушания или проводить публичные обсуждения. Вот благоустройство не попадает ни под одно, ни под другое в данном случае. Суммы выделяются немаленькие, и ясно, что здесь не обойтись без участия граждан в консультации по утверждению концепции, а потом и самого проекта благоустройства. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать о них вам, наши дорогие зрители и подписчики. С вами был ТВ Совхоз, следите за новыми выпусками, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok